В вопросах профилактики детского травматизма межведомственная разобщенность недопустима. Все службы, что так или иначе связаны с организацией детского отдыха, должны быть заинтересованы в результате снижения числа таких ЧП. Это должно быть предметом нашего пристальнейшего, подчеркиваю, пристальнейшего внимания. Это только учтенный травматизм. А сколько неучтенного? Особой строкой звучит тема выявления незарегистрированных аттракционов. Мониторинг должен вестись ежедневно, а все материалы направляются в правоохранительные органы. Заместитель главы Олег Костенко доложил, арендаторам двух пляжных территорий в районе Джимите-1 и села Витязева сделали предупреждение о расторжении договоров. Нечего уговаривать. Есть арендатор пляжной территории, есть у него несанкционированная торговля, допустим, пивом, чтобы сегодня был договор на расторжение. И все. И пусть идет и наводит порядок. Продолжаются работы по благоустройству. На Анапском шоссе уложат оставшиеся 350 квадратных метров тротуарной плитки. Также оборудованы 435 погонных метров бордюров. Главе Анапы с жалобой на действия подрядчика обратились жители улицы Амелькова. В районе седьмой школы в результате прокладки коммуникаций частично разрушили тротуар. Сегодня пешеходную зону восстанавливают. Анжелика Бузунова также отчиталась о выполнении поручений главы по субсекскому сельскому округу. На прошлой неделе мы отсыпали улицу Восточную и берегу от Казачьей. На этой неделе мы приступаем к отсыпке улицы Николаевской. Вопрос стоит о том, ну, об улице Садово, об отведении воды. Этот вопрос у нас на контроле. На сегодняшний день Сергей Павлович занимается тем, что мы заключаем договора для того, чтобы осушить это озеро и отвезти в воду. В завершении совещания Сергей Сергеев напомнил подчиненным о работе с обращениями граждан.